Марк Захарович, спасибо вам за эту возможность поговорить о войне в течение вот уже больше 150 дней. Я хотел вернуться чуть-чуть к истории. Скажите, пожалуйста, как для вас началась вот эта война и было ли у вас понимание, что война действительно начнется? Или была какая-то там надежда, что в Кремле возобладает какой-то здравый смысл и войну можно... Вы знаете, просто я адресат такого вопроса очень условный, потому что я с 14-го года защищал украинских политзаключенных. И поэтому для меня все эти вопросы, связанные с Украиной, оккупацией Крыма, продолжением этой войны были слишком очевидными. Я вот представлял в украинских медиа как раз человека, которому обращались за комментариями, с которым разговаривали, который всегда предупреждал, что война неизбежна. То есть легко проследить по моим выступлениям. А вот с момента, когда меня лишили статуса адвоката, я вел канал, это произошло с 19-го года, и весь мой канал был посвящен как раз неизбежности, фатальности того, что война, конечно, случится. Сейчас Москва не остановится, Москве нужен не Донбасс, не часть Украины, а вся Украина. И поэтому как бы сомнений в этом не было. Да, конечно, как и все, я все-таки полагался на какую-то там, пусть небольшую долю, процент того, что все-таки Москва думается, ну, хотя бы, если уж не откажется от войны как таковой, но хотя бы как-то попытается, не знаю, изобразить, что это только защита ДНР и ЛНР, там выйти на границы. Они же об этом говорили, эксплуатировали эту тему вплоть до самого кануна войны. Ну, не полезут на Киев, что-то вот такого не будет, дичи всей, что случилось с неизбежностью. Но выбрали самый крайний вариант, самый худший вариант, и мы его обнаружили в том, что дошли до Киева, и все, что творилось в Буче, является иллюстрацией того, что это было изначальное намерение. Изначальное намерение – война в таком масштабе, и война с народом Украины, а не с властью Украины. Обнаружив, что народ Украины вообще никак не собирается подчиняться, не собирается принимать этого нового мира, русской империи. Они начали войну с народом, и тут уже самые худшие опасения окончательно оправдались. И я думаю, что и иллюзии расселись, не такие, как я, подобных мне и других в Украине уж точно. Никто больше этих иллюзий не питал, и было понимание, что да, останутся либо те, либо другие. Макс Захарович, ну все-таки у вас есть какие-то там инсайды, вы же все-таки были и не только адвокатом, но и политиками и так далее. Я помню конец февраля, когда все спецслужбы западные, в том числе, говорили о том, что Украина не продержится не больше там 90 чем-то часов. Какова была судьба уготована для республики Молдова? Нет, безусловно, если бы все сложилось с Украиной быстро, если бы, хотя я, честно говоря, не верил, что за 72 часа пойдет Киев и так далее. Это все из области сказок. И, собственно говоря, мы были посещены в самый канун войны мои беседы с тем же Алистовичем. Мы начали беседать за год, когда первые дислокации в 21-м случае есть. Мы уже обсуждали, каким будет ход войны. И не только с ним, а с другими экспертами. Стало понятно, что никакого вот Блицкрига не получится в силу очень-очень многих причин. Мы об этом можем подробнее поговорить. Вот. И, соответственно, конечно, если говорить о Молдове, Ну, Молдова не может похвастаться небольшой армией, не тотальной поддержкой, не, так сказать, тотальной поддержкой Запада, военной в том числе и так далее. У нее изначально были худшие ставки. Тем более, что есть та же навязанная Москвой территориальная проблема с Приднестровьем. Это должно было стать плацдармом для решения проблемы с оккупацией Молдовы. Молдова интересна Москве во всех отношениях. Это никогда не снимется, если только не изменится, значит, сама Москва, сам Кремль, то, что не произойдет, что-то там такое, что изменит всю парадигму, идеологическую, историческую миссию Москвы, она откажется от имперства, то Молдова, безусловно, интересна, потому что, во-первых, это последний, что ли, форпост перед Европой, форпост бывшего СССР, я имею в виду на этом направлении, Южном, а это, безусловно, некая историческая вещь, связанная с Молдовой как частью Румынии, что всегда вызывало именно это неприятие имперской Москвы, потому что Бессарабия, все, что казалось разделенного этого народа, всегда очень беспокоило Москву по части того, чтобы не допустить вот этого единства. Метод располов, это всегда был исторический метод имперской Москвы, когда было по-другому. Так разделяли и украинские народы, русскоязычных и украинцев, например, хотя пойди там разбери, русская фамилия, русское происхождение, по-украински и вообще не собирается никак себя идентифицировать национально с исторической Россией. То есть, поэтому, конечно, Молдова пала бы следующей. Если бы все удалось с Украиной, то Молдову быстро захватили. Не потому что Молдоване не могут собрать, но их просто меньше, их количественно меньше. Геополитическое положение у них, география такая, что невозможно сопротивляться долгу. Понимаете? Помогла бы или нет Румыни, вмешалась бы НАТО, это второй вопрос. Это можно обсуждать как вероятностно в категориях. Но Молдова вообще, Москва считала само собой разумеющимся, решенным этот вопрос. В случае, если бы пала бы Украина. Это вообще даже бы их не заботило, что надо как сильно готовиться и так далее. Да, был бы использован контингент, находящийся в Приднестровье российский, который бы основную часть работы сделал, остальное дефилировало бы вот эти парамилитарные образования. Не поймешь, что они из всех предстоят в Приднестровье. Так что Молдова в этом смысле ждала бы незавидная судьба. Сейчас ее ситуация существенно улучшилась. Вот вы уже напомянули и господина Арестовича, этот советник Офиса президента Украины, с которым вы общаетесь фактически каждый вечер. У вас стримы. Я призываю всех подписываться на ваш канал и на канал Алексея Арестовича, ставить лайки и делать пересылку, как вы всегда говорите. И по Приднестровской проблеме. Вот на данный момент из вашей общения, может быть, там с другими влиятельными военными или экспертами из Украины. Сейчас вот эта группировка военная российская, которая находится в Приднестровье, она больше для кого опасность предоставляет? Для Кишинева или для, условно, Одессу? Сегодня это, безусловно, сохраняющаяся опасность для самого Кишинева, не для Украины, потому что если бы Украина была захвачена, вопрос бы снялся сам с собой. Использование же этой группировки для того, чтобы атаковать Одессу, с моря и с Приднестровья и так далее, она, вы знаете, умозрительна очень, потому что не так велико соединение, которое там, по разному оценку, до трех тысяч, по разному оценку. Хотя, могут быть, варианты, да? Может, мы что-то не знаем. Но все-таки в условиях, идущей в таком масштабе войны, который идет в Украине, честно говоря, три тысячи, это на пару дней хороших боевых, максимум, ничего не останется. Поэтому, на самом деле, это продолжает быть проблемой, прежде всего, конечно, для Молдовы. Безусловно, как всякий человек антиимперски настроенный, я переживаю за молдавский народ, как и Аристоев, как и все остальные, и мы бы не хотели, чтобы Молдова упала под этим ударом московской власти. Чтобы она осталась независимой, чтобы она осталась государством молдавского народа и так далее. Поэтому, педа заключается в том, что это все равно придется решать. Вот вы говорите решать. А как решать? У вас есть какой-то рецепт, чтобы решать этот вопрос, разве навсегда? Если только там не будет российского присутствия, вопрос решится моментально. Он решится моментально. Я не обязательно, кстати, военным путем. Совершенно не обязательно военным путем. Потому что исчезнет препятствие для договоренности. Главное препятствие – это присутствие иностранного государства. Им является Москва, да еще и с намерениями, далеко идущими, по захвату территории в целом. Это проблема. А не то, что там не могут договориться. Приднестровье. Разные периоды переживало. Знаете, от Смирновых, Килкая, там такие были. То есть, может, за деньги можно было купить вообще всю независимость при большом желании. Понимаете, как? Если у Молдовы есть евроатлантический вектор развития, и он имеет перспективу, то эти вопросы в рамках евроинтеграции решились бы вообще легко. Легко, потому что, знаете, так, без военного российского присутствия и без вот этого вечного российского нарратива жители все того же Приднестровья при прочих равных выбрали бы европейскую интеграцию. Понимаете? Это мое глубокое убеждение. Я могу, конечно, ошибаться. Кто-то скажет, ты не понимаешь в этом ничего. Но, вы знаете, это люди не инопланетяне, они не из космоса прилетели. Все они прекрасно поймут. Им проще увидеть для себя больше интерес в этом. Потому что Молдову в рамках Евросоюза – это гарантия их многообразия. В той же Молдове. И для гагаузов, и для русских, и для всех остальных. Абсолютно навсегда закрепленные их права. Потому что мы видим, как это происходит в Европе. Как европейский проект бережно относится к национальной самобытности, правам и всему остальному. Мы не видим альтернативы. Потому что, знаете как, альтернативой был проект Восточного Блока Советского. Когда любой, кто пытался из этого всего вырваться, получал танки из себя, как в Будапеште в 56-м или в Праге в 68-м. А альтернативой мы видим большие Соединенные Штаты Европы, как когда-то, знаете, проект был. Это вот Европейский Союз нынешний. Кто-то я не вижу, желающие выйти или войти подвергались какому-то насилию в виде танков и самолетов. Великобритания заходила и ушла. Может она завтра снова вернется. Никто не знает, как будет переживать это единство Европы. А оно будет разным. Но вот точно кто в этом нуждается, это прежде всего Молдова, Грузия и Украина. Прежде всего потому, что им надо как можно дальше и быстрее отбежать от Москвы. Перед ними пример стран Балтии, которые успешно в этот проект включились. И точно выиграли, понимаете. Выиграли вообще. Большая часть, например, славянских народов просто выиграла от этой интеграции. От попадания в НАТО и в Евросоюз. Вы знаете, эти народы в общем и целом по сравнению с оставшимися процветают. Я повторяю, сравнили. Конечно, всегда хочется как-то жить ничего лучше. Но эти народы процветают. Неважно, возьмите вы Чехии, возьмите Словакию, возьмите Польшу в конце концов. Но это не сопоставимо с тем, что было раньше. Поэтому на самом деле для Молдовы это единственный спасительный путь, как можно дальше уйти от имперской Москвы. Избавиться от ее присутствия военного, от влияния. Это гарантия того, что Молдову сохранит независимость и останется независимым государством на века. Макс Захарович, все-таки вы были и депутатом Госдумы, и у вас было очень много должностей. И я хотел бы поговорить о том, что называется пятая колонна, Московская пятая колонна в Молдавии. Сейчас у нас 2020 года, потом 2021 год у нас в принципе и правительство проевропейское, президент, и парламент большинство и так далее. С вашей точки зрения, насколько сейчас влиятельна вот эта пятая колонна, если она есть? Ну, мы уже не будем говорить, если наверняка она есть, и насколько она влиятельна. И второй вопрос, как вы думаете, что она будет, ну, Москва будет ей манипулировать в краткосрочном периоде вот этой осени? Для Молдовы это сейчас самый блестящий период, потому что дело даже не просто про европейский стиль, а в том, что это очень современное и очень нацеленное на будущее, на прогрессивное будущее власть в Молдове. Молдова, несмотря на все перипетии, за 30 лет осталась демократическим узором. Там постоянно выбирали президентов, выбирали правительство, парламент и так далее. То есть, несмотря даже на самые печальные, на мой личный взгляд, периоды возглавления Молдовы коммунистами, знаете, все равно демократия так и не исчезла, потому что это все-таки коренная потребность этого европейского народа. И это ее большое достоинство. То, что пятая колонна была, и то, что она сильно повязана под деньгам с Кремлем, да, и вот предшествующий президент Дадон, и некоторые из прежних партий, да, ну, конечно. Ну, а что здесь секретом является? Что здесь есть такого, что не слишком очевидно? Что заслуживает того, чтобы спорить об этом или там приводить какие-то альтернативные точки зрения, что нет, это так они поднимают суверенитет. Такой, знаете, советский нарратив, через который, значит, у некоторых политических сил Молдови было желание вернуться к советскому единству, к советскому прошлому. Да нет, конечно, это, безусловно, московский прокси. Все это, кстати, тесно повязано на деньгах, на коррупции. Это никогда не бывает по-другому. Запад, наоборот, идет от противного. Он идет от коррупции к прозрачности и транспарентности власти как таковой. Москва всегда идет через денежки. Всегда, везде. Дело в том, что Москва бы, конечно, с удовольствием сейчас продолжала эту работу, несмотря на преследование этих прокси в Молдове, в Кишиневе. Но она занята Украиной. Ей сейчас не до того. Сейчас нет сил, нет возможности, невозможно распалиться. И плюс давить стали сильнее. Слушайте, санкции, преследования. Огораживание. Раньше хорошее выражение было. Сейчас Москву ограничивают очень сильно в ее возможностях по влиянию в странах Восточной Европы и дальше. И в Молдове в том числе. Потому что же были приняты важнейшие решения. Москва враг. Москва начинала войну. Абсолютное табу для Европы. Нельзя в Европе не начинать войну. Европа – очаг цивилизации. Поэтому, конечно, Москва бы с удовольствием занялась бы Молдовой. Но возможностей сейчас нет. Никаких. Ни военных, ни финансовых. Ни политических и так далее. Все сосредоточено на Украине. И на возможности отбиться от давления со стороны Запада на Москву. Поэтому для Молдовы это шанс. Для того, чтобы решить проблемы собственного суверенитета, территориальной целостности и интеграции в Европу. Риски насчет безопасности существуют. Если бы вас попросили сейчас дать какие-то советы правительству Молдовы, на чем бы вы сконцентрировались на, допустим, три вещах, которые надо быстро делать для того, чтобы эти риски не предотвратить, а хотя бы снизить по большей возможности? Нужно двигаться в сторону Румынии. Иметь нормальную армию. Пусть она будет малочисленной. Пусть она будет хорошо оснащенной благодаря помощи Румынии и НАТО. Но армия должна быть. Страна не может жить без армии. Иллюзия того, что, а, раз мы не можем стать в многочисленную и эффективную армию, так не надо ее создавать. Это очень большое заблуждение. Гигантское заблуждение. Даже самые небольшие народы, которые оказывали ожесточенное сопротивление оккупациям, имели шанс на победу. Имели шанс на то, чтобы отстоять свою суверенитет. Молдове ни в коем случае не надо этого игнорировать. Какими бы большими ни казались расходы на безопасность и на обеспечение военной инфраструктуры, на них нужно идти. К сожалению, мир современный так устроен, в котором по-настоящему безопасность обеспечивают не договоры, а штыки. Поэтому Молдова не должна этого игнорировать. А, повторяю, геополитический вектор, он один. А Молдова имеет своего, ну скажем, агента в западном обществе, настолько сильного лоббиста в лице Бухареста, что отказываться от этого нет смысла. И часто раздающиеся голоса о том, что потерять суверенитет, соединившись в единое целое с Румынией, это неприемлемое будущее для Молдовы, является по большей части попыткой всего лишь навсего отказаться от западного выбора. Мы не знаем, каким будет будущее, соединятся ли эти два народа. Они и без того так слишком сильно связаны. Каждый молдаванин имеет право на румынский паспорт. Но, повторяю, что на сегодня наличие вот этой прямой связи с полноценным членом НАТО, полноценным членом Евросоюза, страной, которая родственная, национальная, этническая и так далее, не может отторгаться, не может игнорироваться, а только лишь усиливаться этот факт. Опять же, для чего? Для обеспечения безопасности. Макс Захарович, ну, я так понимаю, вы находитесь вне России, и хотел бы спросить у вас, ну, у вас все равно есть в России какие-то там знакомые, может быть, друзья, может быть, не так уж много друзей уже, но какие... Это особая статья, но, конечно, тех, кого я знаю, их очень много. Но какие сейчас настроения в российской обществе по поводу вот этой войны? Мы видим официальную пропаганду, мы видим официальные какие-то там опросы населения, но реальное состояние в российском обществе. Можете нам рассказывать? Смотрите, конечно, круг тех, с кем я близко связан, это люди моих взглядов. Поэтому они не репрезентативны в этом смысле. Но в целом я бы сказал, что по большей части преобладает страх. Русское общество сейчас очень-очень-очень сильно находится в состоянии устрашения. Это такое фантомное прежнее чувство, которое было у советского человека. Вот оно полностью овладевает сейчас настроениями, общественными мнениями. Людьми непосредственно, особенно и в провинции, кстати. Люди пытаются от этого отстраниться, защититься. Они как бы уходят в заботы социальные, всякие бытовые и так далее. Но государство так устроено, особенно русское, что оно тебя не отпустит. Оно тебя настигнет. Оно с тобой добежит. Это преобладает. Хотя, повторяю, русская провинция может себе в большей степени, чем крупные города, позволить жить какими-то другими вещами. То есть, вот моя родина, Самара. Я родился в Пурише. Много оттуда мне кто-то чего пишет и говорит. Там есть люди, которые ненавидят эту войну. Осуждают Кремль. Поддерживают Украину. Но они молчат. Они выступают анонимно. Они где-то в интернете, где-то в социальных сетях могут что-то такое сказать. Но они тоже боятся. Тоже боятся. Есть ли какая-то убежденная часть, совершенно поврежденная в уме, которая хочет восстановления СССР и Украины, как признала, считают они достаться им. Достаться России в качестве, не знаю, протектората под мандатной территории, присоединенной оккупированной территории. Да, таких много. Немало таких. Немало. Это люди, в основном, конечно, прежде всего, более старшего возраста, с советским опытом. Это люди социально низкого положения. Это надо свидетельствовать. Потому что социально низкое положение не дает им никаких альтернатив. В том числе и по части понимания ситуации. Потому что они чужие на этом празднике. Они никто. У них нет никакого социального статуса значимого. Поэтому для них это оправдание их никчемности зачастую. Они прожили жизнь очень обычную, обывательскую. Это не делает их хуже от этого. Нет. Просто они ищут через подобного рода действия собственной власти оправдание собственной жизни. Это удивительное чувство. Да, я ничего не добился, богатым не стал, детей не обучил. Мало чего у меня есть. Но, во всяком случае, Россия-то, она расширяется. Понимаете? Вот такое тоже преобладает. В определенных средах, я повторяю. Что касается власти. Во власти тоже остаются люди. Вы знаете, вот из тех, с кем я общаюсь, кого я знаю. Еще по Государственной Думе, по общению. В правительственных кругах в свое время администрация президента. Ну, сейчас они на разных позициях. Кто-то остается, кто-то нет. Ну, там, в общем, как это ни странно, в средних и нижних частях аппарата власти там тот же страх и тоже непонятно, что будет. Это неуверенность. Это люди, которые занимались чем-то очень долгую свою жизнь, но на протяжении десятилетий. Строили карьеру, обеспечивая себя благами. И вдруг они понимают, что они отстегнуты от всего. Им Украина вообще не нужна. Вообще совершенно. Им же абсолютно не плевать. Они не проукраинство, не антиукраинство. Им вообще все равно. Их не интересует Украина, потому что они понимают масштабы самой России, которой Украина вообще не нужна. Вообще совершенно не так. Наверняка на нем уже ответили или кто-то спросил вас. С вашей точки зрения, сколько еще может продлиться вот этот конфликт? Горячая фаза вот этого конфликта в Украине. Ну, вы знаете, здесь, как сказать, прогноз – вещь неблагодарная. Все может пойти в одну сторону, в другую, посередине. Я бы вот от чего оттолкнулся в ответе на ваш вопрос. А каковы ресурсы Москвы, ее резервы для того, чтобы продолжать эту затяженную войну? Вот какие Украины, мы знаем. Это Запад. Значит, эти ресурсы бесконечны. Запад, если будет давать, то Украина может воевать. Хоть оружие, хоть деньги. Потому что Украина находит телевизор, положительные линии экономики. Там 45-процентное падение. Ну, и все превходящие. Страна воюет. Стала жертвой агрессии, оккупации. Но если вас поддерживает Запад, то вы можете существовать в достаточно продолжительное время. Ну, более или менее сносно. У Москвы этих резервов нет. У нее есть только то, что имелось прежде. И Москва не была слишком бедна. Но проблема в том, что война жрет гораздо больше. Она забирает много больше. А тем более, когда против тебя противодействуют, а Запад безусловно против. У Москвы противодействуют, то у нее больше года воевать не сможет.